так всем привет хорошего настроения познавательного вечера знаете я с вами просто на работе и скоро вы на работе скоро кончится интернет буду смотреть записи ну что данила с нами это здорово анжелика из белоруссии привет анжелика наталья серник адрес танк полерик оси здрасте 5 мая посадила вашу саженцы яблони апрекос ну саженцы они прибыли в коробке около 2 дней у двух яблони точки зеленили а с вами пока нет вы высылаете после обрезки на себя не просидели в земле и мы не увидели или не щепочек может быть сейчас обрезать на высоту кардаша там вполне возможно что это 20 дней это сильно много до пересылки значит вот после пары таких писем вроде бы нас и не упрекают не сергей не татьяна вроде бы не упрекай а все равно знаете как на душе тяжело боже ты мой вот и вот сказала чеканурунс это таня и уже ей звонили с патахстаном при мне не вышли не вышли не надеться поэтому я официально заявляю больше этого не будет опасно вот и вредение не радует теперь я скажу это вот сейчас если не забуду после последнего письма на прошлом феврале шла речь о груши которые советовали обрязать если мне не знает память то там назывался сад медовая а это груша с пониженной морозой всего до 20 минут возможно и она возможно она не подносит седьмой год по простой причине выгрызает плодовые почки а может быть а вот другое дело что я советую обрезать никогда зря не советую писаем себе что взяли сажень со скорейственными корнями и не обрезали крону не укоротили так сказать не не сбалансировали будет еще хуже это будет совершенно больной саженец который 28 то не выдержит не то что больше вот так теперь кто-то писала еще кто-то а потом друг перестала ладно теперь я скажу и на этом наверно закончу что я это представим себе это продолжение разговора с Натальей я никогда не убегаю от тяжелых вопросов на друг правду вас не прошутся остальные поэтому давайте это неприятный разговор посмотрите что было гуру на год назад была такая такое дело значит женщина надеюсь она меня не слышит просто не слышит потому что что я хорошего могу сказать пишем себе что каждые несколько дней она получил посылку тоже не заграница но не ближний край вот и начало звонить татьяне и говорит что вот вы такие сики я жили так рассказывал что тут все вот эти замечательные саженцы такие саженцы а вы и давай тоже на огрушу очень плохая корневая система от роду плохая это их принцип они растут вниз туда куда уже не выкопать и не ветвятся почти и груша вообще опасно вышла из-за этого и кажется я речу о груши почему несколько таня звонит вся в слезах опять звонила опять это самое выговаривала вы такие сики а я так как я пытаюсь разумеет ну поймите нас тоже ну все будет это давайте подождем это и наконец она перешла на меня я понял какого татьяне она вымытала уже нервы вне знаете что я после этого она то не знает что я после этого наконец-то первый прибор купил этот которым давление мерить вот это восходы на ее совести я думаю это конец не ребят это не конец конец был потом я думаю что татьяне даже и в себе клалок добавился может быть она и красит не красит я не проверял но такие это это было невероятно это было какое-то особое не то что она специально садистка она искренне она искренне переживала но мне надо было обязательно обвинить саженец не просыпается наступило пошел год она звонит счастливо говорит все саженцы нас великим и как ей объяснить что нервы а и благодарила невероятно нервы то вымытаны их не вернешь нервные клетки не восстанавливаются еще в школе проходили ну разве можно так было вы представляете каково это вот когда всех хочется добра принести ну даже если один из десяти садист погибнет ну это же я считаю как в пределах этого ну все я просто от души это вот смотрите ну когда-то что Глеб пишет купил у вас десять саженцев груш все год живы девять одного убил сам ну нормально ой вы знаете капризная груша спасибо Глеб это это все таки ну вот благодаря вам у меня давление наоборот восстанавливается в девять груши представляете что будет потом это же самая сладкая груша в мире груши которых не спорти это дикая уссурийская груша ай это феномен я сам не верю не верю вот ущепните меня а у меня там эти дички растут так еще кое-кто пишет вот а минутку все же казахстан Наталья минуточку вы нам надежду даете высылая саженцы не решайте теперь мы никогда вас не упрекнем ха ха а нервы кто вернет Татьяне а мне кто я вылетал потом пил и главное так уметь по телефону разговаривать не проклиная понимаете а такое десяти двадцатиминутное нытье что не ожидал что так получится что это нам верило я сейчас сужу вот сейчас опять давление скачет вы представляете Наталья попробуйте убедить когда будете говорить если захотите вы писать груши причем без упрека да если вдруг что-то не так а может месяц идти будет и пропадут вот вы пожалуйста тогда слушайтесь на этот семинар вот вебинар скажите что я картиныч все это объяснял а я претензий не будет сделайте исключение хорошо Наталья вот я и вас понимаю ну негде в России негде достать это я вот это показывал это ужас какой-то вот это вот вы понимаете мне тычут 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 вот несколько человек ну почему только про свой питомник а там рядом с вами как я буду это самое говорить да вот ладно извините я хитрый был но вы меня это устыдили теперь пусть прописывают вот это вот а вот это вот мне лучше промолчать согласитесь а вы вспомните сколько человек я раскручивал десятки фамилий именно раскручивал не считая их соперниками для нас вообще это если все наши саженцы у всех кто вы меня слушаете несколько из вас питомники уже держат если все сложить наши саженцы ваши там у кого сто у кого тысяча это получается меньше одного процента по сравнению с той дрянью которая заполнила всю страну и которая не тревожит ни правительство ни науку ни это самое ведь питомники честные последние сдохнут из-за этого пока одни продают за 8 тысяч я показывал другие по 200 рублей продать не могут а это банкротство ну вот это у меня от обида я сейчас это начал кричать так считаем дальше так я ничего не пропустил в груши если даже вот тут весной обрезанные верхушки во влажную землю укореняются обрезанные верхушки укореняются неоднократно обрезки подкрепь втыкал в землю многие хорошо укореняются корни настоящие груши да очень голые а смотри это Александр Николаевич вот сейчас вы направо очень голые да насчет укореняются долгий ли срок вот вопрос ну да но даже то что вы написали для меня это новость век живи век учить я не раз говорил что еще немного я к его ученике пойду вот это для меня новость обрезки от проверки втыкал хорошо укореняются вот я всю жительство плохо укореняются но я уверен так смотрим что пишет Гусева вот у меня тоже груша память яглада не просыпается видно поздно просыпается я себя успокаиваю ведь все в том году было приказно с ними они уже двухлетки ой а вдруг мертвые так бывает люди нетерпеливы по природе всем добрый вечер но будем надеяться ой теперь я буду переживать двухлетки вдруг не проснулись вовремя можно наверное заказать черенки и укоренить чем прививать если нет желания прививать можно есть специальная технология по этим я специально ой не буду про это говорить а то сейчас еще одну тему открою так я согласен с вами спасибо за просмотр спасибо за просмотр и пока Субтитры создавал DimaTorzok